Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Сейчас мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения и у нас возникли очень важные для вас обновления. Видео специально записываю исключительно для контрагентов, это будет полезно и значимо для них. Мы сейчас на главной странице лаборатории психологического обеспечения, сайт lpfo.pro и соответственно у нас иногда возникают вопросы. Звонит нам контрагент и интересуется, ребята, вот вы нам прислали свое коммерческое технико-коммерческое предложение, мы в курсе, что у нас будет проверка Ростехнадзора, должны к нам приехать люди и проверить нас на лиц опасных профессий и соответственно мы должны оформить им разрешение. Но откуда вы берете информацию, откуда вы получаете данные о том, что нам предстоит проверка? Мы сами не всегда об этом знаем, не всегда отслеживаем эти моменты, вот, а мы фактически делаем их работу за них. То есть мы их информируем о том, что предположим в феврале, в марте, в апреле, в июне им предстоит выездная проверка Ростехнадзора. Проверки бывают плановые, проверки бывают неплановые, но все плановые проверки Ростехнадзора, они появляются на официальном сайте Ростехнадзора примерно в конце декабря текущего года. То есть где-то вот 29-30 числа 2016 года на сайте Ростехнадзора были обновлены страницы, на них появились новые таблицы Excel, их можно скачать, они в свободном доступе официально на сайте Ростехнадзора. И соответственно нам задают вопрос, откуда вы информацию берете, мы отвечаем спокойно, говорим о том, что вся информация находится в открытом доступе, находится она на официальном сайте Ростехнадзора. И говорим о том, что вы можете сами зайти и убедиться в этом. Чтобы нашим контрагентам было проще это видеть и понимать, мы создали на нашей главной странице вот такая вот ссылочка идет. То есть тут главная страница ЛПФО в области промышленной безопасности. И мы оказываем услугу по получению разрешения Ростехнадзора в плане административного регламента 721 пункт 36.4.5. И соответственно проводим обследование персонала, психологические обследования осуществляем. И соответственно появилась такая красная ссылка, при нажатии на нее мы попадаем на Google диск нашего сайта и соответственно видим документ Word. Вот здесь указаны все планы проверок Ростехнадзора, вернее не планы, а ссылки по различным межтерриториальным и территориальным органам Ростехнадзора. Этот документ можно скачать, давайте я это сделаю. Нажимаю скачать, сохраняю на рабочий стол этот документ. Вот этот вот. Планы проведения проверок Ростехнадзора в 2017 году. Все, он у меня на рабочем столе. И вот я его открываю. Мы его создали для удобства наших контрагентов. Вот такой документ вы можете скачать на свой компьютер. Соответственно вы понимаете и представляете где вы живете и соответственно какой Ростехнадзор, какое из подразделений Ростехнадзора вас контролирует. Межрегиональные или территориальные. И они четко прописаны. Всего существует 6 межрегиональных территориальных управлений Ростехнадзора. Центральная, Североевропейская, Донская, Волжская, Уральская и по Сибири и Дальнему Востоку. И соответственно 23, по некоторым данным 24, ну вот точно 23, значит это территориальное управление Ростехнадзора. Все ссылки ведут на официальный сайт. То есть контрагент, заинтересованный в получении разрешения Ростехнадзора, ему необходимо пройти помимо медицинских освидетельствований, психофизиологическое обследование в соответствии с новым регламентом. И соответственно нажимая на эту ссылочку, я нажимаю на клавиатуре кнопочку CTRL и вот допустим центральное МТУ. Нажимаю и меня переадресовывает на сайт Ростехнадзора, официальный сайт. И здесь я могу видеть план проверок организации на 2017 год по центральному управлению Ростехнадзора. По надзору за ядерной и рационной безопасностью. Соответственно если я живу где-то в Краснодарском крае и меня контролирует территориальное отделение Краснодарского края Ростехнадзора, я нажимаю CTRL, нажимаю Краснодарский край. Меня переадресовывает на официальный сайт Ростехнадзора. И вот здесь вот вверху план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. Ссылка. Если я на нее нажму, мне предложится сохранить на свой рабочий стол по план итоговых проверок по 2017 году. Подготовлено на 01.12.2016 году. Но это именно итоговый план на 2017 год. Экселевская таблица. Я ее также сохраняю на свой рабочий стол. Нажимаю показать в папке. Вот он сохранился этот документ. И открывается объемная большая таблица Excel. Она действительно большая по Краснодарскому краю. Давайте я ее так вверх подниму. Северо-Кавказское отделение Ростехнадзора контролирует Краснодарский край. И вот так вот эта таблица выглядит. Она действительно очень большая. В некоторых таблицах по некоторым подразделениям межтерриториальным и территориальным там до нескольких тысяч предприятий доходит. И соответственно мы здесь с вами можем видеть. Можно себя найти. Допустим, ячейка номер получается B38. Вот она здесь отражена. B38. И мы видим. Общество с ограниченной ответственностью. Дейск Порт Виста. Площадка перегрузочного комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов. Объект второй класса опасности. Другими словами, каждое предприятие может найти себя в этих таблицах. И по этим таблицам мы, соответственно, делаем нашу рассылку. Отправляем технико-коммерческие предложения. Определяем, сколько людей необходимо провести обследований. И, соответственно, работаем по договорным отношениям. В общем-то все очень просто. Давайте вновь вернемся на сайт Ростехнадзора. Вот здесь он у меня открыт по центральному. Здесь вот по Северо-Кавказскому управлению, которое контролирует как раз Краснодарский край, Республику Адыгея и Ростовскую область. Вот такой вот документ у нас на сайте размещен. В преддверии работы в течение всего года мы упростили работу нашим непосредственным потенциальным контрагентам. Сами можете зайти и убедиться в том, что у вас предстоит проверка. Все очень просто. Обращайтесь к нам. Быстро в течение одной-двух недель получаете результат. Справку, разрешительную справку о психологическим обследованием ваших работников. Без которой получение разрешения на право работы в области опасных технологий, ядерной или энергетики, топливной или энергетики, невозможно. Ростехнадзор со своим административным регламентом номер 721 четко, твердо это все определяет и расписывает. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, подписывайтесь под этим видео. Пишите на наш электронный адрес. Задавайте вопросы по телефону. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.